Украина настаивает на снятии ограничений на использование дальнобойного оружия, предоставленного союзниками для поражения целей на территории страны-агрессора. По словам президента Зеленского, это решение зависит не от коалиции всех государств-партнёров, а только от четырёх стран, которые уже предоставляют ВСУ вооружение дальнего радиуса действия. США, Великобритания, Франция, Германия – только эти четыре страны предоставляют или способны предоставить оружие дальнего действия, которое может помочь нам вытеснить Российскую Федерацию с территории Украины или спасти жизни мирных жителей во всех городах – Полтава, Львов, Харьков, Киев, Днепро, Кривой Рог. Мы теряем людей ежедневно. И наша способность решить эти проблемы зависит от этих четырёх стран. В Вашингтоне дать добро на удары западными ракетами по территории России пока не готовы. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что российская армия уже отодвинула свои объекты от зоны досягаемости систем Атакамс или ракет Шторм Шэдоу. Кроме того, по словам главы Пентагона, у Украины уже есть вооружение, сопоставимое с дальностью западных ракет. Мы всё время говорили, что нет ни одной возможности, которая сама по себе могла бы иметь решающее значение в этой кампании. Знаете, у нас была дискуссия о танках, у нас была дискуссия о других возможностях. И каждый раз мы отмечаем, что это не просто что-то одно, это комбинация возможностей и то, как вы интегрируете эти возможности для достижения целей. Украина испытала свою первую баллистическую ракету. Об этом Владимир Зеленский сообщил 27 августа на пресс-конференции. А несколькими днями ранее, в День независимости Украины, президент заявил об успешном применении украинской ракеты-дрона «Поляныця». Дальность её полёта – 600 километров. Кроме того, Украина модернизирует ракеты «Нептун». У нас уже было 5 или 6 достаточно удачных пусков «Нептунов», уже не как противокорабельных ракет, а уже в версии крылатой ракеты, которые поражали объекты на расстоянии там от 600 и 700 километров. И думаю, что до 1000 километров его, ну где-то близко к этому дистанции, его доработают. Украина развивает свою ракетную программу, но пока основными средствами поражения целей на территории России остаются беспилотники. Беспилотные системы уже позволяют поражать военные объекты государства-агрессора на расстоянии до 1800 километров. Военные аэродромы, являющиеся источником постоянной угрозы для мирных украинских городов, содрогаются от воздушных атак. Вся инфраструктура России, работающая на войну, несёт и будет нести потери. Кирилл Буданов. Начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины. Фейсбук. Удары на такие расстояния способны нанести ущерб российской армии на стратегическом уровне. Мы можем говорить о заводах, мы можем говорить о конструкторских бюро, мы можем говорить о ремонтных базах, которые поставляют ту же технику, например, вооружение на поле боя. Если это всё будет не доезжать до линии фронта, если всё это будет подвергаться уничтожению или повреждению на территории Российской Федерации. О готовности инвестировать в производство украинского дальнобойного оружия заявили в Литве. На сайте Министерства обороны страны говорится, что Вильнюс собирается принять участие в финансировании производства дронов-поляныцей и ракетных систем. Андрей Дмитриенко для телеканала Freedom.